Кто будет отстаивать права кировских бизнесменов? В регионе ищут нового полномоченного по защите прав предпринимателей. Кто может претендовать на эту должность? Почему уходит предшественник и у кого есть шансы? Поговорим об этом с Еленой Чехомовой. Елена, правда, почему место освобождается? Здравствуйте. Все ждут жареных фактов, но на самом деле все просто. Действующий опенсмен Владислав Попов действительно скоро сложит свои полномочия. А почему? Почему? Согласно региональному закону, срок его работы завершается одновременно с губернатором, а значит в этом сентябре. Будет избран новый глава региона, будет и новый защитник бизнесменов. Владислав Попов стал вторым официальным опутсменом, проработал примерно 4,5 года и собирается подавать документы вновь. Ну то есть собирается на второй срок? Да, хочет остаться на этом месте и своей работой в целом он доволен. Все мои тогдашние конкуренты, они говорили, я буду делать то, я буду делать то, я буду делать то. Стоп. Если вы читали внимательно закон, то исходя из смысла закона, у омбудсмена есть основная задача, это консолидация делового сообщества, то есть взаимодействие с ним, координация. И я говорил о том, что необходимо создавать сеть общественных помощников, представителей, надо налаживать, так скажем, улицу со стороны движения с деловыми объединениями. Мы в итоге это сделали. Что касается конкурентов и программы, давайте посмотрим наше архивное видео. Как претендовать на место я расскажу чуть позднее, а пока вот мы видим, как в конце 2017 года наш новый тогда губернатор Игорь Васильев встречается с основными кандидатами, заслушивает их программы. Так будет и сейчас с новым главой. Обратим внимание, что учитывается и мнение общественных объединений предпринимателей. Я, к сожалению, был вынужден согласиться с нашим государством в том, что подобный человек нужен. Потому что странно, когда права нарушаются, государство это признает. И мы ведь понимаем, что в первую очередь омбудсмен защищает права, нарушаемые самим государством. Поэтому, к сожалению, вынужден согласиться с тем, что нужен такой уполномоченный по правам. Хотя в идеале, конечно, хотелось бы достичь картины, когда он будет не нужен. Ну а кроме губернатора и предпринимателей, кто-то еще участвует в отборе кандидатов на эту должность? Да, еще будет учитываться мнение депутатов областного законодательного собрания. С одним из них мы сегодня пообщались об итогах работы этого бизнес-омбудсмена. На мой взгляд, работа была. Я видел, что, например, с точки зрения того же НТО, активно включился текущего бутсмена в ту работу, которую вели общественники. Но, на мой взгляд, все равно было недостаточно много активности, чтобы охватить все сферы. Потому что бизнес, сообщество, основные претензии – это как раз к тому, что, да, работа видна, но в большей степени она видна была в виде отчетов, а не в какой-то текущей деятельности. О предпринимателе ты спрашивала? Да, скоро дам слово. А пока о требованиях к новому уполномоченному по защите прав предпринимателей. Со слов бизнесменов. Итак, смотрим. Старше 40 лет, с жизненным опытом, мудрый, успешный опыт в качестве бизнесмена. Ну, все логично, да? Профильное образование экономическое и или юридическое. Здание проблемы ресурсов нашего региона. На использование удачного опыта других городов и областей, безупречная репутация, лидерские качества, коммуникабельность, чтобы был открыт для диалога, желать на телеграм-канал или как-то, чтобы оперативно с ним можно было связываться. Ну и в продолжение кусочек нашего интервью с предпринимателем непосредственно. Я думаю, что должность такая однозначно должна быть, но вот насколько эффективна она в данный момент, это уже совсем другой вопрос. Хотелось бы видеть человека, который умеет коммуницировать как с властью, так и с бизнесом. И самое главное, выстраивать диалог между бизнесом и властью, потому что в настоящее время у нас этого диалога нет. Итак, если вы не испугались требований, то знайте, областные власти уже сообщили, прием предложений от кандидатов стартовал. Кроме обычных документов, нужно приложить анкету с биографическими данными и доказать постоянное проживание в России. Претенденты могут принести все это во второе здание правительства у Театральной площади до 26 сентября. Лена, спасибо, большая интересная информация. Мы продолжаем.